в общем всем привет мои хорошими любыми я нахожусь в киеве гостиницы стали мне такой номер интересный сейчас покажу малюсенькие таких номеров честно видео депи не был есть во франции такие гостиницы пример класс называется там с улицы вход такой вот такие вот как дырки такие заходишь что дырку и танку но номер и там ванная тебя отдельно такая общий пол душ и туалет как-то общий пол сделано такое ну такие самые простые гостиницы на ней побольше это вообще вот смотрите вот эта дверь вот вход вот тут вот это уже кровать все и вот стена то есть вот тут наверно два метра а тут от метра три ширину вот такая вот каком на тушечка общем в принципе нормально но что самое самое плохое что в этом смысле что этот номер на два хозяина то есть не номера сам номер тут двойной тут еще живут женщины то есть но они не знаю что тут живу потому что я человеку общей тихий как ни странно я пришел допустим лег я слышу что они пришли но они уже думают что и ну тут никого нет а потом они уходят а я еще сплю я просыпаюсь их уже нету но один раз я мылся в душе правда а тут общий душ получается это вот общая дверь тут живут две женщины но их нет сейчас по моему и вот тут туалет ванная общая то есть душ и туалет ну тут все чисто все нормально но женщины конечно представляете сколько надо причин дал хай бахмин это так но я туда не ловил конечно сумку ну просто посмотрел думаю боже и вот тут и вот тут наставлено и вот тут свои вещи тут какие-то коробки шумите всех рука делается не знаю и вам даже это самое их мочахки одну что самое плохое это все нормально расставили пусть расставили но самое плохое что все слышно что каждый шорох кто-то пошел в туалет то что делать ты понимаешь в туалет и зачем она в туалет пошла еще она там делай и они все это комментирует то есть смысле они рассказывают она делится на кричит дай мне от этом сумке лежат мои эти о боже тыс ну я уже они меня видели один раз я мылся и я так выходил в полотенце обвернутый они быстро дверь открыли заглянул и мол что их тоже там что же там за мужик с местными мильцы но не с ними отдельно это и значит и они видели меня в принципе один раз но вот они все равно кричат и рада и мне мои те дайте и вот это все комментируют ну ты же не выйдешь к женщины шо вы там ради бога я делаю вид что у меня нет это будет хорошо в общем ехал сюда в поезде я вот такого не встречал никогда на пол в общем первый раз за свою жизнь я сел в пустое купе никого нету я так и кодовольствие проводник пришел забрал все постели у него то есть я один лежу на верхней полке красота но как говорится ничего не предвещал обиты справа пришел мальчик раздел fota трусов лёг ну то есть ну я тоже до трусов разливался на верхней полку на нижней ну просто так я это сказал врач на просто увидел что он раздел садов разницу красней трусе ли к ха 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 до трусов rồi97 stays их укрылся наушники и спал а я на верхней полке но я внизу не раздеваюсь, я раздеваюсь на верхней полке я не лезу сразу в трусах я на верхней полке раздеваюсь там же я и одеваюсь в общем, я лег и среди ночи захода женщина и слышу крик, уже в коридоре кричит ребенок, я думаю, господи хоть бы не сюда, хоть бы Бог миловал не, не миловал, как говорится то, чего не хочет, что с тобой происходит захода мама, Марк и Лука их звали, то есть это, я так понял церковные вот эти имена свидетелей, не свидетелей, а апостолов я там уже за ту ночь вспомнил всех святых всех апостолов, имена перебирал думаю, может они неправильно назвали может надо было по-другому называть в общем, ребенок орал, а мама нет, чтобы успокаивать она ему говорит, я тебя сейчас выкину в окно закрой рот, что ты орешь, я тебя сейчас выкину в окно что-то ляп, ляп, он орет ну вот как, ты же не будешь делать замечание это ее ребенок, она вправе воспитывать, в принципе, как она считает нужно, ты же не будешь ей сказать, женщина, что вы делаете дайте спать, ну что, это поезд, куда ты денешься скотеть на такси она сейчас тебя поморделясна что же малонне покажется то есть она ему кричит, я тебя сейчас выкину в окно иди, выйди в коридор она его выгоняет, среди ночи в коридор, ребенок орет в коридоре там уже люди стучат в купе потом в проводник уже, но она загнала его назад в купе и ребенок просто кричал всю ночь вот представьте, а тот маленький еще его злит вот этот, это, по-моему, Лука помладше постарше Марк и значит, она что ты его провоцируешь, Марк а тот, да потому что, ну что, то есть тому лет пять, а тому лет два года два и в общем, получается, что вот они орали всю ночь я уже думал одел берушу, у меня в сумке берушу, спасибо но оно все равно слышно но чем больше ты заглушаешь вот это все не хочешь слышать, тем больше оно напрягается у тебя и у тебя обостряется слух и ты лежишь, что такое большое ухо и ты все слышишь и ты, ой, я вообще ночью спал, проснулся то есть, поднялся, ночь не спал, проснулся поднялся, с утра Киев приехали ой, я так спустился, глянул ребенок уже не кричал под утро я такой, глянул на маму она хоть бы что сказала, ничего что там мешаешь кому-то, что извините может, хотя бы сказала, ну там извините не, ничего то есть, ну я так тоже посмотрел думаю, господи, дай бог, чтобы ты вырос хорошим думаю, ну я тоже орал, кстати, до шести лет орал, я к сумасшему, и соску сосал до пяти, до скотки лет сосал соску мама забрала соску, и я перестал сосать года в три, наверное и мама потом, через две недели ой, сося показала я показала мне ту сосю все, за ту сосю и до пяти лет опять сосал ту сосю уже, по-моему, даже иногда я первый класс ходил мне шесть лет было и сосал соску иногда по ночам лежал ну вот нравилось мне, не знаю это, и значит и вот это я вышел в Киви голова убитый просто ну сил никаких не было то есть, еще вот такую гостиницу поселить что все слышно, то есть, нет отдыха нет, что прийти, раздеться, лечь пойти спокойно в туалет потому что я тоже стеснительный я не могу они думают, может, что никого нету они хоть расслаблены но им это все равно получается, я их не знаю я не знаю, кто они, да они тоже думают, что никого, допустим, нет они пришли спокойно там на унитазе, сели там что-то бух, бах трах, бах то есть, они себя чувствуют комфортно это, в принципе, хорошо потому что, если они сейчас узнают, что я тут живу может, я и их буду стеснять поэтому пусть хоть кому-то из двух комнат будет комфортно в этом случае вот но я, конечно, когда иду в туалет если, допустим, я ночью не хожу ну, я думаю, что они не слышали как я иду в туалет но все равно мне страшно вдруг они там а вдруг я проснулся они просто еще спят и это я то иду в туалет включаю воду там в раковине там что-то шерудю там сижу на унитаз ну, короче я стесняюсь поэтому у меня, когда вот такое я не в туалет даже если сильно хочется то оно перехочется в общем, спасибо всем за комментарий за Лесю за того парня, что мы встречались спасибо за хорошие отзывы мне тоже приятно, что я показываю там что-то и люди как-то это нравится потому что всем спасибо громадное я уже безумно соскучился по Томасу я тут уже нахожусь два дня да ну, в общем ну, тут есть чайничек есть все это самое есть Wi-Fi электронный ключ в общем ну, у меня что у меня тут обувь два полотенца я постирал, посушил ну, и все и рюкзачок у меня больше ничего не мало малюсенько комната вообще очень маленькая на это хочется хоть раздиться, лечь нормально пойти в душ открыть голяком а это что такое ходишь в трусах стесняешься что женщина будет тебе в дверь стучать и оно все они все обложили в общем, они оккупировали они обложили все своими вещами как бы, ну они думают никого не мая радуются а я, а то я к тень к интервьюиске привидение кстати, был в гостях у Инны у Вики вчера у Инны у Вики и значит и я приготовил профитроли я вам покажу потом смонтирую приеду домой покажу этот рецепт профитроли как делать в общем, я тоже там волновался чертишон так что такие дела мои хорошие спасибо вам огромное спасибо кто смотрит спасибо кто пишет все я вас люблю целую обнимаю не скучайте за Томасом так скучаю ох вообще пелопадла придут все пока мои хорошие я буду стучать в камеру потому что потом надо развернуть и выключить и буду я дурачок потому что тут монтировать я не могу никакой программы у меня нема ничего нема сейчас попробую с вайфая прям загрузить сейчас сегодня какое число 28 по-моему или 29 я уже не помню какое число сегодня в общем вот это число крайнее уже то есть сегодня суббота все пока мои хорошие и кстати сегодня еще мастер-класс у Никиты Моисеева у меня значит переформатировался телефон я сбросил все у меня сбросились все номера я так сижу думаю так записал там маму пару человек думаю кому надо позвонят все сбросил все номера все у меня начало видео сниматься оно как-то трек-трык перескакивает как-то видео съедается а звук полный потом получается что звук идет впереди а видео отстает я взял сбросил все настройки но оно все равно так осталось не знаю почему так снимаешь снимаешь оно как трек-трык кусочки видео пропадают а миллисекунды и под конец собирается что у тебя рот отстает от звука и потом и потом надо подгонять вот это я не знаю какая причина в этом что случилось уже испорчен телефон может хотя бы только год чуть больше вот я сбросил все настройки все это самое у меня сегодня есть мужик звонит с таким низким голосом привет самвел как дела а кто это ты что меня не узнал это не я в днепре отидеть а я в киеве а у меня сегодня говорит мастер-класс кстати вот это гастро-скул это я просто случайно одел у Никиты сегодня там мастер-класс в этой гастро-школе у тебя когда-то на открытие меня приглашали у меня пояс расстегнут ну ничего страшного я так хожу плюс елит она так что у Никиты сегодня мастер-класс привет Никита извини что так получается то ты в Одессу я туда то ты в Днепр ты из Днепра так что все а у меня сегодня тоже ответственный день на есть обет он такой премьерный тяжелый я волнуюсь у меня тут лежит такой здоровый сценарий на 40 листов это все надо выучить это безумно сложно непростая съемка поэтому волнуюсь и мне страшновато сейчас 2 часа дня сейчас вот это видео прямо и загружу так что все пока мои хорошие мои любимые я скучаю спасибо вам огромное пока